Большой шаг на пути к своей цели. Кирилл Великоцкий представляет свой проект не первый раз. Более года студент разрабатывал «Млечный путь» с научным руководителем и отцом. По словам Кирилла, астрономия в учебных заведениях была несправедливо отодвинута на второй план. А в коррекционных школах дети о ней вовсе и не слышали. Кирилл поставил перед собой цель – добиться введения астрономии в коррекционных школах края. Студент провел не только теоретические, но и практические исследования. Кирилл организовал уроки с детьми в школах и специально для этих занятий купил телескоп. Они уже увлекаться начали астрономией. И не только. Даже порой бывали случаи, что и физика начали изучать, биологию что-то прочитывать. Многие – это очень увлекательная астрономия, поэтому детям нравится. В форуме «Проектное мышление молодых» приняли участие студенты и школьники из 10 муниципалитетов – Анапа, Новороссийск, Краснодар и другие города края – все достойно представили свои работы. «Проектное мышление – это, наверное, другой уровень подготовки и организации всевозможных процессов. Сейчас мы понимаем, что просто задача или план работы уже не работает. Нам необходимо понимать конкретные сроки, привлеченных экспертов. И у нас создан распоряжение губернатора на уровне края, проектный офис краевой и, соответственно, программы по отраслям. Наука, образование, медицина, это социальный блок, плюс ЖКХ, строительство и прочее, то есть по различным направлениям». Четыре площадки курировали эксперты из Совета при главе администрации Краснодарского края. Как говорят организаторы, у них есть желание и возможность оказать поддержку участникам форума. Система образования изменяется, появляются новые стандарты. По их мнению, чем раньше дети смогут создавать собственные проекты, тем большего успеха они добьются. «Я был уже несколько раз, смотрели и проекты новые, и самих ребят талантливых. Есть на что посмотреть, есть что поддержать. Потому что поддерживать самое интересное, когда есть что-то, есть работа, есть желание, есть умение делать это». Работы анапских студентов могут пригодиться не только в Анапе, но и в масштабах края. Самые интересные проекты были отмечены экспертной группой. Но на этом работа не заканчивается. Уже скоро будут выбраны лидеры и в других городах Кубани. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион.